Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Начинаем работу в прямом эфире Обычно в пятницу, как всегда в это время, подводим итоги Сразу хочу сказать, что где-то в 17.15 В 17.20 К нам должен прийти, или даже точнее Прибежать исполняющий обязанности мэра Олег Буров, и мы как раз поговорим о тех событиях Горячих, которые сегодня произошли В первой части мы поговорим о Не менее важном на событии Отопительный сезон завершается Мы видим, какая замечательная погода На дворе, это самое время подвести Итоги этого отопительного сезона Для этого мы пригласили И наши гости любезно откликнулись Представителей Силтум сервис Рига Это Илма Слицитис, добрый день Александр Попов И Игорь Ерохин И, наверное, может быть С Александром начнем, потому что я помню В самый разгар начала отопительного сезона У нас были, отвечали На множество вопросов Их было действительно много, это связано с тем Что Силтум сервис Рига Приняла хозяйство предыдущих Управляющих компаний Или тех, кто обслуживала теплосети И, естественно, много было работы Сейчас уже можно, может быть, подводя итоги Сказать, на каком сейчас вы этапе Может быть, так вот это Респективно подвести итоги Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели Да, сегодня на самом деле Отопительный сезон Близи к завершению Нам осталось неделя, может быть, две До его окончания Это, видимо, с погодой связано Это связано с погодой и решением И решением нашего заказчика об его окончании Хотелось бы обрисовать ситуацию, которая была Перед началом отопительного сезона и сейчас Как вы помните, сезон начинался непросто Но нам достаточно быстро удалось решить проблемы И подать тепло более чем в трех тысячах муниципальных домах Это достаточно большое количество Учитывая то, что всей полной информации Мы на начало отопительного сезона не располагали Как вы помните, мы говорили тогда О множестве незаконных слитий Множестве проблем с системами От того, что их срок эксплуатации Многократно уже истек Это как связано и с горячей водой Так и с теплоузлами, и с отоплением Но давайте не будем говорить о том, что было Лучше скажем о том, что сейчас есть На сегодняшний день мы можем четко сказать Что количество заявок, которое поступало к нам от жильцов Кратно уменьшилось Количество звонков, которое было в начале сезона И сейчас тоже в разы уменьшилось И уже приблизилось к нормальному Вменяемому количеству, которое можно обслужить В течение суток Дальше Какие у нас произошли изменения? Изменения у нас произошли за этот период следующие Мы увеличили количество рабочих бригад Примерно на 20% Провели дополнительное обучение Нашего персонала Также как бы привели в порядок Большое количество систем Горячего водоснабжения и тепловых узлов Это вот основные моменты На которые хотелось обратить внимание Я так понимаю, что это в принципе Вот вы так говорите Вроде бы легко Просто на самом деле Я так понимаю, что это большой объем работы Ведь это сотни домов Которые нужно было привести в порядок Конечно Это даже я бы сказал Больше, чем сотни домов Также хочу сказать Что уже вот по окончанию Отопительного сезона Рижане могут ощутить Одну очень важную И для каждого человека вещь Что стоимость обслуживания Систем теплоснабжения В городе Риги Сократилась не менее Чем на 17% То есть как было договором Как было предусмотрено договором Вот это значит, что фактически Ну, обслуживание стало более подъемное Да, для населения Обслуживание стало более подъемное И, наверное, нам у парламента Сможет назвать это в цифрах Более точно Я знаю, что вы в процессе Вот понимая вот эту необходимость Увеличили количество Так они называются Мобильные бригады Что это такое, может быть, несколько слов Раньше принцип был следующий Что каждый человек знал своего сантехника И по знакомству мог его пригласить Практически к себе Да, чтобы он ему произвел какие-то виды Даже в частном порядке Даже в частном порядке У нас нет такого У нас философия в данном случае другая Что любой житель города Риги Имеет возможность позвонить В нашу диспетчерскую службу И ему не откажут К нему приедет бригада Вне зависимости от личного знакомства Или незнакомства И произведет необходимые по договору работы Если будет требоваться работы больше Чем предусмотрен договор То посоветуют, куда обратиться Что необходимо сделать И я так понимаю, что это уже происходит То есть люди звонят И приезжают Люди звонят Наши специалисты приезжают И в зависимости от степени сложности Происходят и производят работу Вчера, по-моему, прозвучало На пресс-конференции Как раз в этом сервис Рига Когда тоже отчитывался Перед журналистами Что, по-моему, на 20% Вы увеличили количество Мобильных бригад Если я не ошибаюсь Не менее Не менее, чем на 20% Мы увеличили количество Мобильных бригад Как вам удается привлечь людей? Потому что, ну, это же Общая ситуация Мы знаем, что многие предприниматели Жалуются, что людей не хватает Ну, часть Часть из людей Которых нам удалось привлечь Это молодые люди Которые проходят процесс обучения И становятся специалистами То есть вы их обучаете Мы их обучаем Сами вкладываете средства В их обучение Конечно, сами складываем средства Проводим семинары На которых они знакомятся С новыми видами оборудования Как бы Как им управлять этим оборудованием Потому что чем дальше Это на сегодняшний день Не просто перекрутить болты Это уже и работа с электроникой И с другими вещами То есть, фактически это компьютеры, да? Фактически это реальные компьютеры, да Надеемся Помогают нам Конечно И студенты Из которых мы надеемся Вырастить специалистов Нашего профиля Кстати, вот тоже Пару слов хотел сказать Про то, что нам еще удалось сделать За этот период Неполный год Нашего обслуживания Нам удалось Обследовать Дигитализировать Более тысячи объектов И все это связано с тем Чтобы нам было проще Провести подготовку К следующему отопительному сезону То есть, вы фактически обнаружили Где нужно что-то менять Мы знаем теперь досконально В этих объектах Где что находится В какой марке находится насос В какой марке находится автоматика Мы можем получить данные Сколько у нас суммарно Такой-то марок насосов На таком-то районе находится Ну, есть уже Какие-то тревожные тенденции Я имею в виду Что, пометуя Что давно не было Где-то какого-то ремонта Реконструкции Вы уже видите Что это оборудование Нуждается в замене Конечно, видимо В тепловых узлах Многое оборудование Служит уже более 15 лет То есть, у нас такие все сроки Это, скажем Ну, не самый сложный Самый страшный вопрос Я хотел привлечь внимание Жителей К тому, что Система Горячего водоснабжения Находится В катастрофическом состоянии Именно горячего, да? Если, скажем В этом году нам удалось Сделать замены Разводок Конечно, не во всех домах А там, где они были Действительно аварийные То следующий этап Это будет более сложный Что все стояки Практически заросшие То есть, люди жалуются На отсутствие циркуляции На то, что нет Достаточно температуры воды А следующий этап Это будет требоваться Замена стояков Горячей воды Это будет связано С необходимостью доступа Жильцов Временное отключение воды Временное отключение воды И так далее Но по-другому Эту проблему не решить Трубам горячей воды Во многих местах Именно стояков Некоторые есть Даже с момента постройки То есть, 40 лет прошло 30-40 лет То есть, понятно Что они все заросли В каком они состоянии Да, они заросли Да То есть, ну И это вы фактически Будете делать В том числе Видимо, летний период тоже Обязательно Вы не отдыхаете летом Обязательно За этот год У нас поставлена задача Нашим заказчикам В принципе Инвентаризировать И дать ему информацию Где, в принципе Требуется Какие виды работ Произвести И уже по согласованию Заказчик будет ставить В план 20-го 21-го Годов Чтобы эта работа Была не в аварийном режиме А в ральном А именно была плановая работа И удобная И понятная Для жильцов 612-939 Телефон прямого эфира Вот Наверное Тоже очень важный вопрос Особенно вот Жильцы домов Знают Какую большую роль Играет все-таки Старшая по дому Если Если так можно сказать Если он толковый Если он знает Где у него ключи Может обеспечить доступ Вот этим Аварийным бригадам Мобильным Какое взаимодействие Вот вы сейчас можете Сказать Со старшими по дому Я понимаю Что Домов много Но общее впечатление Вы знаете Вы знаете Существует Огромное количество Где старшие По дому Ведут себя Очень конструктивно Советуются Подсказывают Допустим Нам или мы Видно что у них Опыт есть Да Ну есть И назову Без конкретных примеров И очень сложный случай Где у людей Например В теплоузле Счетчик холодной воды Перед подогревателем Который фактически Считает горячую воду Не менялся С советского времени На нем стоит Знак качества СССР Он не считает А старший по дому Упирается И не дает Возможности его менять Ну Это вот такие случаи Тоже бывают А почему Он это объясняет Как это рационально Рационального объяснения нет То есть Ну Фаза луны Не знаю Какие еще вещи Могут происходить Ну да Наверное Так трудно Сказать Может он Думает Что экономит Средства Которые надо Вложить И потом жильцам Жильцам платить В счетах Может Ну это нарушение МК Да Кстати Очень важно Что это не просто Вам не нравится Этот счетчик Поэтому вы его меняете А потому что Есть определенные правила Кабинета министра Которого обязаны соблюдать Которые мы обязаны Соблюдать Может это такой вопрос Специфический Но раз уж вы Об этом заговорили Очень часто Тоже к нам Радиослушатели Когда вот такие Передачи звонят И говорят по поводу Вот это Замечают такой фразы Там Удун с зудуми Вот потеря воды Вот Ну Когда считается На весь дом Там делится Тоже есть Соответствующие правила Кабинета министра Что здесь можно сделать Как улучшить Чтобы люди все-таки Платили за Потребляемую воду Ну Первое Наверное Скажем Я бы сказал так Что Вот те дома Варильные В которых мы меняли Горячую воду Да И где реально На 10 метрах Стояло там 8 хомутов То есть мы понимаем Что это вытекала Вода в песок Это раз То есть уже трубы В таком состоянии Что они Залатаны 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 Могли случаться И аварии И все остальное Но второе Наверное Все же мы придем К этому Ну вопрос Наверное Со временем О том Что у нас будет Учитываться И каждая квартира И она будет связана С центральным счетчиком И показания будут Сдаваться одновременно И тогда зудумов нет Кстати Об этом мы чуть-чуть позже Еще поговорим О технике Да Вот Я помню Что И во время Той пресс-конференции Горячей В начале отопительного сезона И вы Когда были в нашем эфире Тогда осенью Прошлого года Очень часто употребляют Такое слово Может быть оно Специфическое Но от воздушивания Да Видимо это было Как раз связано Я так понимаю Что какими-то Самовольными попытками Что-то подключить И потом возникали проблемы Что не во все квартиры Поступало отопление Может быть Об этом несколько слов Да Это отдельный вопрос Вот как в самом начале Я по-моему Сказал об этом Да Что в прошлом году Наблюдалось огромное количество Самовольных слитий И назовем вещи своими именами Незаконных переделок Систем отопления Поэтому я так понимаю Что зачастую Люди даже не знают Что они делают Да Были и такие случаи Я тоже приведу чуть позже Этот пример Да Ну хочу сказать о том Что сейчас количество Незаконных вещей Сократилось во много В разы В разы Их стало Единичный случай Можно так сказать На данный момент Поэтому вот здесь В данном случае Я сейчас попрошу Рижана О том Чтобы они Те кто хотят Произвести модернизацию В своих квартирах Во-первых Это постарались сделать До первого сентября Потому что После первого сентября Никаких работ Системами отопления Производиться И отключения не будет Во-вторых Чтобы они приглашали Сертифицированных специалистов И согласовывали С нам и Парвелдингсом Техническое решение По замене радиаторов А теперь просто случай Да Из жизни В Пурцемсе На одной из улиц Можно сказать Что необходимо Переподключать Сотни радиаторов Потому что Работал умелец Таким образом Рыган видимо Да Работал умелец Таким образом Что верхняя часть Нормального Нового радиатора Пурма Греет Нижняя не греет А связан это с тем Что всюду допущена Системная ошибка По подключению И сейчас жильцы Когда наши специалисты Им показывают И указывают на это Реально думают Что же делать дальше Это речь идет Не об одном радиаторе Это о большом количестве То есть кто-то так Вот умело Это все сделал Да Умело сделал Если бы это посмотрел Или сертифицированный специалист Или инженер Дома управления Конечно Такого бы допуска не было Поэтому мы предлагаем Что вы законно Обращаетесь В нашу диспетчерскую службу Делайте заявку О слитии дома К вам приезжает Наш экипаж Он проверяет Какие работы Вы хотите сделать Смотрит техническую схему А после того Как работа сделана Наш экипаж приезжает И проверяет Выполнена работа И с таким удивлением Вы не столкнетесь В будущем Да То есть фактически Это тоже говорит о том Что все-таки Надо обращаться К сертифицированным специалистам Да Иначе расходы будут большие Конечно Двойные расходы Или будут расходы На то Что как бы Дважды платить Мастеру за ней Качественную работу По подготовке Отопительного сезона Следующего года На сегодняшний день У нас Уже Начаты работы Мы подали Все необходимые Графики По согласованию С нашим заказчиком И представителям Организации Поставляющей тепло Чтобы закончить Все работы По сдаче Тепловых узлов Гидравлических испытаний До 15 августа Ну чтобы подготовиться Посмотрим Да Чтобы в сентябре Мы были готовы Включить отопление Мы успеем Сейчас еще в первой части Один звонок принять Одевайте пожалуйста Наушники Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Добрый день Скажите пожалуйста Такой вопрос В многоквартирных домах Вот как часто Нужно менять трубы Стояков Холодной и горячей воды Спасибо Сейчас ответим Пожалуйста Нормативный срок Эксплуатации По горячей воде Если мне не изменяет память Был в районе 10 лет По холодной воде Он Значительно больше Реально Срок эксплуатации Зависит от многих факторов Во-первых При какой температуре Эксплуатировались Трубы горячей воды Были Была ли в них Соблюдена Норма 50 градусов Был ли Установлен перегрев Больше 60 Там скорость коррозии Меняется И зарастание В разы Поэтому При неправильной Температуре Подачи Горячей воды Стояк Стояк горячей воды Может зарасти Ну скажем За 2-3 года Без проблем Если мы будем Подавать 70 градусов Ну то есть Фактически Это еще раз Мы возвращаем К тому О чем вы говорили Приглашаете Сертифицированных Специалистов И он в принципе Определит Нужно ли менять Стояк Конечно Это можно сделать Срез И посмотреть Просто на количество Пропускной способности Трубы Вот такой технический вопрос Чтобы люди понимали Что вы все-таки Как бы Осуществляете Вот Это обслуживание Теплосетей На основании Договора с заказчиком То есть Фактически Я так понимаю Что если есть вопрос О замене стояка Нужно обращаться Напрямую к вам Или сначала К РНП Как обслуживающей компании Если Если житель Видит И скажем Во-первых Если старший по дому Если старший по дому Он видит Что есть проблема В каком-то подъезде В какой-то части дома Само собой Он звонит сразу нам Наши специалисты Приезжают Рассказывают Что там случилось И что необходимо сделать После этого Идет составление Дефектного акта И Сметной документации Она подается Ответственному Инженеру Из Конкретного участка И в зависимости От накопления Жильцов И других вещей Дом управления Наш заказчик Принимает решение Что в данном случае делать Это речь не идет Скажем О мелких работах Которые предусмотрены Договором Где просто приехали И поменяли Как аварийную работу Это речь идет Вот как вы сказали Поменять там Стояки В подъезде Может быть и 8 стояков Там да Ну по-разному бывает Привемся ненадолго Я вижу Что есть звонки Во второй части После небольшой паузы Новости рекламы Будем принимать Говорим об итогах Отопительного сезона Не переключайтесь Микс Ньюз Продолжаем работу В прямом эфире Напомню У нас представители Силтум сервис Рига 612-939 Телефон прямого эфира Давайте сразу С звонков Наверное И начнем Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Здравствуйте Да пожалуйста Вот у меня такой вопрос Насчет счетчиков На отопление Индивидуальных квартирах Как это планируется Как их массово ставить Я объясню свою позицию Что в данный момент Достаточно тепло на улице А батареи греет Там где солнечная сторона Вообще там невозможно 25 градусов Да Так бы я мог закрыть батареи И экономить тепло Как бы ищет Как это в Европе С этим же Там же у всех счетчики Я так понимаю Такого нету Чтобы все платят одинаково Да Спасибо Спасибо Хороший вопрос Кто? Александр Потом может быть Я могу добавить Да Да Идея со счетчиками Неплохая Индивидуальными Но нужно себе Давать отчет Чтобы На существующих Системах отопления Которыми оборудованы Дома Многоквартирные В городах В городе Риги Это довольно проблематично Если бы у нас была Обыкновенная Горизонтальная система Разводки по квартирам Где и счетчик тепловой Стоял бы На каждом этаже Как счетчик электрический Не было бы вопросов А все решения Которые на данный момент Предлагаются Оставить Локаторы Другие вещи Ну здесь вопрос О точности То есть следующий вопрос Будет такой Кто сколько платит Насколько точно Он скажем Считает На проходящей выставке У поставщика Услуги Было предложение Но там тоже были заданы вопросы И получены ответы Что там тоже есть куча минусов Как возможно обойти Как может законопослушный человек Просто попасть на Больший счет То есть он будет платить за себя И за того Павли Это очень непростой вопрос На который вот так просто ответить Когда будет массовая замена Нет Потому что тогда нужно отвечать По-другому Можем ли мы сейчас Себе позволить Произвести массовую замену Систем отопления Чтобы сделать всем Индивидуальный учет Это стоит Серьезных Финансовых вложений И будут ли готовы Миллионы Да Конечно И будут ли готовы Жители на них идти Тем более Будет постоянный спор Крайние квартиры Серединные квартиры Как будем обеспечивать Чтобы серединная квартира Не отключала себе Полностью отопление И не грелась За счет верха Низа и боков Это будут постоянные споры Между людьми Ну это вопрос Как бы Вот я вам ответил технически А юридически и формально На этот вопрос Нужно думать Собственникам жилья И обслуживающей организации Игорь Может быть несколько слов Хотел добавить Ну Саша очень все правильно сказал Просто на рынке уже существует И мы выпускаем Да Системы Которые позволяют Все это обойти Я думаю Что здесь должен принимать дом Решение Дома 52% Если они хотят То в принципе можно обойти Не массово А именно За счет старших домов И действительно Применять эти системы На рынке есть такие системы Которые способны Это не индивидуальные счетчики А системы считывания Это система считывания Да Индивидуальный счетчик Допустим По квартирные счетчики Которые будут Мерить отопление И давать определенные графики От определенную температуру По которым дом будет согласован Потом принимать решение Что он по ним будет платить Но это опять Индивидуальный подход Каждый дом должен Решать сам эти вещи Смотрю звонки По двум линиям Давайте еще Примем звонок Добрый день Слушаю вас пожалуйста Я по поводу Отопления И подсчета Дело в том Что сейчас Как сказали Что многие Разные системы Разных Как бы Зданиях Да Да Ну по крайней Если есть Возможность 90% Зданий Это тепло Как бы Измерять В конкретных Как бы Квартирах То надо это делать К примеру Было сказано Что невозможно Как бы контролировать Минимум И так далее Который В середине Будет греться То есть Будет отключать Все и так далее Нет Это минимум Выставляется И от этого Как бы Никуда не геться То есть Минимум Человек все равно Будет платить И Как бы По поводу Этой системы Елгави В частности Реновируется дом И как раз Вертикальные Как бы Стояки И вот Система Приваривается Конкретно Как бы К радиатору Система учета И все Прекрасно И никаких Проблем нет Так что Получается Каждая квартира Пропорционально Делится К примеру Сколько Сколько Должно Потом Получается Сколько Реально И разницу Как и По поводу Воды Делится И все И так далее И Тем более Учет Автоматически Считывается И тут Вопросов нет Кто Как И почему Как бы Муклюет Не муклюет И так далее Спасибо большое Вот здесь Могу Человек Который Во все Могу Может привести Привет Потому что Опыт большой Опыт большой Именно с этими Системами Это разговоры Про аллокаторы Скорее всего Которые Привариваются К батареи Лично присутствовал При Демонтаже Такой системы Потому что Объясним В Юрмале Приехали В определенную Квартиру Человек Человек Очень мало Платил За отопление То есть Там Какие-то Единические Какие-то Палочки Там Все это Суммируется И выставляется Счет Что мы увидели Когда зашли Квартиру Конечно Смешно Но наши люди Как говорится Хорошо Сняты батареи Как в таком случае Мы будем считать Просто сняты батареи И поставлены Другие батареи И мы Соответственно Не видим Никакого Учета Тепла Вот такие системы И поверьте Очень много Интересных вещей Против этих вещей Есть против Аллокатора Системы Ненадежная Она система Да Может это Отдельный разговор Все-таки Возвращаясь К тому Фактически С чего Иначе Раз уж мы Заговорили О разных системах Я понимаю Вчера На пресс-конференции Прозвучало Если я ошибаюсь У меня чуть-чуть Подправьте Что вот 90 домов В рамках пилотного проекта Сейчас уже поставлены Или оборудованы Системой отдаленного Доступа Считывания данных Буквально Я понимаю Что это Довольно Технически Длинный разговор Но если можно Простым языком Объяснить Что это такое Что это дает Жильцам И не знаю РНП Мы уже Прошлый раз Говорили При первой встрече Что это такое В данный момент Оборудован 2800 теплоузлов Это Система БМС Удаленный доступ До теплоузлов Это контроль теплоузлов Это система Управления теплоузлами Из них Уже 90 теплоузлов Было принято решение Пилот проекта Из этих 2800 Теплоузлов 90 теплоузлов Были проверены За этот отопительный сезон И также Проводился и мониторинг Показали себя Очень Хорошо Есть даже Экономика соответствующая Потому что Быстрое действие Не человеческий фактор А фактор удаленного доступа И быстрого Мониторинга Также На эту систему Уже завязано Порядка 800 домов Которые Вот уже говорили Это Как правильно сказать Подогрев горячей воды Счетчики подогрева Горячей воды Соответственно Они выходят В эфир Каждый месяц В определенное время По часовой По секундам Все счетчики Одновременно Считываются То есть Удобная вещь Не надо никому Спускаться Не надо ничего делать То есть Опять же Идет экономика Времени И расходов В дальнейшем В дальнейшем Рассчитываем Что будет Вся система Затянута На это дело И Соответственно Отсюда и будет Экономика Ну и вот тут Небольшое Можно Добавление 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 Что благодаря Этой системе Можно Снизить На определенное Количество Процентов На 10-15 Может где-то Больше Стоимость Отопления У жителей А не вкладываться В дорогостоящие Системы Типа локаторов Еще лет 15 назад Немцы Провели исследование По поводу Полностью Полностью Компьютеризирование Всех счетчиков В домах И сделали Вывод такой Ну так как У них там Меньше Кулибинных Которые пытаются Открутить Прикрутить Что полная система Будет стоить Одного бесплатного Месяца В год В год Весь дом Может пользоваться Бесплатно водой Или это будет Система И вот немцы Пошли немного По другому пути А мы сейчас Пытаемся На отопление На каждый радиатор Поставить счетчик Так надо сначала Может быть радиатор Привести в порядок Система отопления А вот это вполне Возможно радиатор Привести в порядок Очень быстро Я так понимаю Что вот Мы даже в перерыве Об этом дискутировали Если делать Я так понимаю Ваши позиции Если делать все официально Вовремя И по закону То не надо будет Платить дважды Не надо будет платить дважды То есть нужно Обращать И все будет сделано Качественно Да Сделать может Любой специалист Которого пригласит Жилец Да Наша задача Это Помочь ему И проверить Чтобы было сделано Правильно Приведу простой пример Опять из Из практики Из практики В прошлом году Официально было заказ Зазнаслитие У людей был проект Люди приехали Сделали подводку К отопительным радиаторам Трубой Предназначенной Ну для воды Мы с вами понимаем Что при 80 градусах Или допустим Если в случае ЧП В узле каком-то Больше откроется Эта труба могла Просто в зимний период Расплавиться И как бы И залить И ошпарить Всех кого угодно Два месяца То есть это уже вопрос Безопасности Да Два месяца Пришлось бороться С данным С данным жильцом И с его подрядчиком Чтобы он переделал Как положено Было и нарисовано В его техническом проекте То есть он фактически Нарушил технический проект Нарушил технический проект И хотел сделать так Это дешевле Да Но это небезопасно Это против технических норм И правил Это еще раз говорит о том Что надо все-таки Профессионалам доверять В этой ситуации 612-939 Телефон прямого эфира Примем очередной звонок Добрый день Слушаем вас Здравствуйте Да У вас ребята Такие приятно слушать Хорошо технически подкованные Но в том году Я просто с силтым сервисом Столкнулся В моей 82-летней матери Была аварийная ситуация В общем-то Ну капала хорошо Капала горячая вода Так мы этого вашего Извините Силтым сервиса Ждали месяц Месяц Я звонил Она звонила Понимаете Пока вот Ваша Наталья Михайловна Мне не помогла Тут же пришел Мастер И все сделал Так что все Я понимаю Да Вот когда Идут разговоры Про сотни тысяч Про миллионы Ребятам приятно Говорить Они умные Да А когда Простой старушке Помочь Ну просто Устранить в квартире Аварийную ситуацию Спасибо большое Ну я так понимаю Что видимо Как раз это все Пришлось на пик Когда было Возможно Это пришлось на пик Слушатель Уважаемый Не сказал об этом Да Но во вторых Чтобы избежать В будущем Таких проблем Как уже говорилось На пресс-конференции В каждом районе города Открыты Клиентские центры Теперь Открыты Открыты Да Со временем приема На нашем сайте Слтум сервис Рига Там видно И время приема Где в каких участках И многие проблемы Действительно Помогли Вот как вы Спрашивали Про маму-старушку Да Решить таким образом Сын заехал С утра К вечеру Уже было сделано Да То есть Ну и такие вопросы Решались Да действительно То есть Кое мобильных бригад Еще есть Клиентские центры Обслуживания Да Куда можно обратиться И где на месте Сидят руководители участков Мастера Которые могут Принять оперативные решения Ну да Чтобы можно было Это делать быстрее Да Ну Чтобы понять Почему не могли Дозвониться И помочь Ну по той простой причине Что в определенный момент На линии было Пять тысяч звонков Это невозможно было Обслужить Пять тысяч Да Из них и отвечалось Допустим Там на тысячу Да Но остальное Просто ну Система вылетала Сейчас Такого уже нет Да Вот Этот вопрос Нас подтолкнул К следующему Логическому вопросу Вот Отопительный сезон Заканчивается Но как мы знаем Время бежит быстро И Сентябрь Октябрь Не за горами И начнется Новый отопительный сезон Я так понимаю Что вы сейчас Уже к нему Начали готовиться Да Мы начали к нему Готовиться Уже сейчас У нас Создан план График Согласно Которого Будет производиться Гидравлическая проверка Каждого теплоузла В городе Лиги Который обслуживает Рига Снаму Парвелникс И наш план Закончить подготовку К отопительному сезону Не позже Чем до 15 августа Чтобы еще Осталось время В августе месяце Если где-то Что-то вылетит Вылет из строя А пилотный проект Игорь Будет продолжаться Обязательно То есть еще Будет дома Обязательно Потому что Он показал себя С хорошей стороны И даже Видна экономика Те дома Которые где установлены Мы для себя Сейчас смотрим И мы видим Действительно Что есть Динамика Серьезная Экономическая То есть это снижение расходов Снижение расходов Именно снижение расходов И во-вторых Наверное Надо добавить Вот такие сложные вещи Как отключение И подключение Конечно Это выполняется Оператором Во-первых Это для самих жильцов удобно Та же Вот уж говорим Да Сейчас об этом Быстрое взаимодействие С клиентом То есть Если клиент позвонил Они выезжают Бригаду Мы первоначально Смотрим Что происходит С этим теплоузлом Что с этим домом Происходит Нам быстрее Можно Мы быстрее понимаем Что нужно делать В этой ситуации И соответственно Быстрое реагирование На дальнейшее Также добавлю Что вот Мы коснулись Вопроса Паспортизации Да И мастер туда Уезжает Не слепой Как говорится Он не может Помнить Свои объекты Он понимает Что у него В теплоузле установлено Еще один звонок Примем Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Здравствуйте Да Пожалуйста Ну что я могу Техническая работа Но он И выдает Он фирме Любой фирме Может выдать Его Вот Теперь мы сделали Лежаки Все И стояки Ой Лежаки Все сделали Он все это Проконтролировал Теперь Надо стояки Но стояки У нас Трехподъездный дом Девятиэтажный Это сто тысяч евро И что же там Ваш человек говорит Кто это Вот старухи Какие-то Пенсионеры Наберут сто тысяч евро Но наша задача Бороться С костенелостью Жильцов Собирать эти деньги Увеличивать Накопление на ремонты И все Спасибо большое Извините Если вдруг Вынуждены Убривать Примать Время мало Надо еще попытаться Чтобы гости ответили Я так По поводу стоимости стояков Это наверное Больше к РНП Но тем не менее Сами ведь жильцы Должны принять решение Что стоят Нужно менять Если вы говорите О том Мы им даем Техническую информацию Объясняем Что случилось А им нужно Принять решение Хотят они делать это Или хотят делать крышу Да Вот Если они хотят То естественно Будет Деньги соответственно Сколько у дома Есть денег Соответственно Они могут То есть те накопления Которые На доме есть Конечно Может быть Такое в завершении Такую рекомендацию Которую можно было бы Дать наверное Жильца Вот вы уже сказали Если вот Они хотят что-то менять Лучше это делать Радиаторы До первого числа Да А сами радиаторы Вы тоже можете поменять Вы знаете Скажем Мы можем поменять Сами радиаторы Но в связи С огромной загрузкой По текущим Аварийным работам Мы говорим Предоставляем Абсолютный выбор Жильцам То есть они могут Тем кому они доверяют Предоставить Наша задача Принять Только что Добавил человек Который звонил У них есть сертифицированная Рабочая маня Если у них есть сертификация Они не могут Задить Староста дома Староста Да Все решают Сертифицированная Все как положено Я так понимаю Что Вчера на пресс-конференции Прозвучало Что Хотя по договору Было положено Вот три Диспетчера Да Которые вот На телефоне сидели Я так понимаю Что вы даже пять Пять диспетчеров Да По многим пунктам договора У нас есть превышение Того что было Требовано Технической спецификации То есть вы дали сами Чтобы обеспечить Больше оперативность Вкладываете У нас не было Полной Полной информации Наверное Ее не было И у нашего заказчика Когда Говорилось О количестве вызовов Потому что много Вызовов Шло напрямую Сантехникам Сейчас сделана Полная централизация И полный учет Где что сколько И наш заказчик Вместе с нами Видит реальную картину В городе Не картину Которая была Изначально А то что на самом деле Есть трубы Как еще раз хотел сказать И оборудован Новее не становится Все мысли Мы сроки эксплуатации Вышли И это значит Что ремонты И замены Неизбежны Надо их везти И в каких-то вещах Иногда выбирать трубы А не покраску подъезда Это лишать жильцам Последний звонок Примем Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Будьте любезны Вот хотелось бы Обратиться К вашим гостям Поскольку наш дом С кровью Подключался В прошлый сезон Отопительный И Рига Само Павлович Не посчитал Даже нужным Нас предупредить Все мысли Немыслимые Немыслимые Наши права Обещали Очень много И сейчас Очень красиво Говорят И почему Вот это Пошла на это Рига Снабу Парни Почему Ее покрывает Дума Мы тоже Не можем понять И мы бы хотели Эти вопросы Прояснить Наконец Спасибо большое Но это видимо Вопросы Не к исполнителю Только я могу Повторить официальную Информацию Которая Всем нам Известно Что был конкурс Были условия Силтум сервис Его выиграл И сейчас В принципе Вот занимается А перед конкретными Жильцами домов Которые Как бы В начале сезона Получили Нашу услугу Не на надлежащем уровне Хотелось От лица Силтум сервис Рига Извиниться Но как вы видите Ситуация Полностью выправлена В принципе Я так понимаю Что вы будете Полностью готовы Уже в октябре В нормальном режиме Подключить К отоплению Конечно Без сомнений Команда знает Все свои Проблемы Тем более Что мы Хотим предложить Провести Подключение В этом году Не массово В один день Как говорится Дернов-рубильник А произвести Подключение По группам Чтобы каждый житель Знал Он подключится В понедельник Вторник Среда Четыре По графику Ну что ж Мне кажется Это вполне разумная история Потому что Когда в один день И получается Какой-то форс-мажор Даже от вас Независящиеся То получается Почему мнение Подключили Ну что ж График Это самое лучшее Пожелаем успехов В подготовке К новому Отопительному Сезону Представители Силтум сервис Рига У нас были В студии Большое спасибо